Добрый день! С 27 мая по 9 июня жители более чем 600 домов пользовались горячей водой, несмотря на то, что по графику она должна была бы быть отключена. Как вам это удалось? И насколько этот опыт реально перенять всем остальным? Или у вас есть свои секреты? Секретов здесь никаких нет. Так исторически сложилось, что автозаводский район всегда был как-то отдельно от города. И вся инфраструктура автозаводского района формировала все округольство автомобильного завода. То есть это свое электроснабжение, свое отопление, своя горячая вода в том числе. И у нас появилась возможность такая, независимо от того, что у нас именно в нормативных документах прописано двухнедельное отключение, техническая возможность неотключения горячей воды, она была всегда. А почему же только в этом году рискнули? Другое дело, это экономия какая-то. Зачем уже тепловикам включать и нести расходы по подогреву воды, если можно не включать. Поэтому в связи с тем, что это определенная экономия ранее была, то есть просто отключали, ситуация несколько изменилась. В чем она изменилась? В том, что большинство сейчас многоквартирных домов, они работают с отсчетчиками. То есть сколько потребил, столько и получил. Столько и заплатил. И получил. Да, столько и заплатил за горячую воду. Вторая ситуация, наверное, это не только автозаводского района касается, это и касается всех районов. После того, как отопление остановилось, вода застаивается, и ее нужно промывать. Это дополнительные расходы, ничем не компенсируемые. То есть иначе запах серого водорода, ну, вода попросту тухнет в системе. То есть экономический выигрыш, он абсолютно налицо. И как договоренность с новым руководителем, вот он второй год, Орелихин Андрей Владимирович. Мы с ним после долгих переговоров, это работа не одного дня, это работа двух дней. Мне, наверное, удалось выйти с инициативой, удалось убедить, а он пошел навстречу. И мы оставили, как он сказал, сначала как эксперимент. Экспериментально. Да. Давай попробуем. Вы знаете, получилось. Воды хватило на всех жителей Автозаводского района. И мы этот эксперимент распространили на весь Автозаводский район. И часть Ленинского района, то, что запитано ТЭЦ, то есть горячую воду, отключать не будем вообще в Автозаводском районе. То есть вы еще и с соседями поделились? Немножко, да, потому что система, она одинаковая, на часть Ленинского района, ну, грубо говоря, наполовину. То есть вам ничего себе часть? Это очень много людей вам признательно. Ну, по сравнению с Заводским районом, Ленинский район маленький очень. Да понятно, что вы-то самые великие. Вот еще один момент. Весна и лето – это традиционно самая жаркая пора и в личном хозяйстве, и на общественном пространстве для тех, кто занимается благоустройством. У вас в прошлом году великолепно совершенно преобразился сквер на Прагуново. Дворовые территории на нескольких улицах. Вот что касается сейчас, время жаркое, где идут работы, что делается, чем планируете порадовать? Первое, что сейчас мы занимаемся программой благоустройства центральных дорог. Уже отремонтировали, практически отремонтировали улицу Дьяконова, улицу Пермякова. Переходим на улицу Лескова, центральной дороги. Далее у нас улица Космическая, ряд других улиц. Общая сумма, которая будет потрачена сегодня на ремонт центральных дорог в Автозаводском районе – это 213 миллионов рублей. Это по федеральной деньги, по федеральной программе. И вы знаете, Автозаводский район за последние три года, он преобразился, потому что практически все центральные дороги, они отремонтированы. Это и заслуга того, что у нас был мундиаль. Следующий этап, который у нас проходит – это формирование комфортной городской среды. Это также федеральные деньги. Мы в прошлом, позапрошлом году проводили эксперимент, ремонтировали 120 домов, 120 придомовых территорий. В прошлом году у нас получилось 64 территории. В этом году, к сожалению, денег дали меньше всего лишь только на формировании 25 миллионов рублей и плюс деньги жителей. Победили те дома, которые внесли наибольшую лепту в это, то есть которые внесли от 20 до 30 процентов. Вот я как раз хотела сказать, у вас ведь удивительное, пожалуй, на общей карте города место, где очень многое делается всем миром. Но тут возникает вопрос. Когда жители со своего счета решают выделить какую-то сумму в общий котел на благоустройство двора, у них ведь и претензии к эстетике, к дизайну двора свои. Вот помогают или сопротивляются, потому что видели иначе? Вы знаете, сколько людей, столько мнений. Я бы разделил жителей на несколько категорий. Есть те жители, у которых есть автомобили. Им нужны парковки. Им нужны парковки. Есть жители, у которых есть дети, им нужны детские городки. И есть, естественно, категории жителей, у которых есть и машины, и дети. А еще есть бабушка, ей нужны клубы. А есть бабушка, которой не нужно ничего, кроме лавочек. И клумбы. И клумбы. Поэтому мы, как правило, взяли за правило проводить общественное слушание. Собираем, мало того, мы собираем, когда возникают конфликтные ситуации, мы собираем всех жителей во дворе. И люди, давайте между собой... То есть не в администрацию сколько-то человек от дома придет, а в администрацию выезжает... Мы в дворе соберемся и всем миром решим, что нам с вами делать. Ну, там по справедливости. Да, по справедливости. Вот давайте вы с собой разберитесь, а мы сделаем все, что решите вы. Большинство. И обычно всегда первые встречи проходят очень бурно. Потом они переходят в нормальное русло. Конструктив уже идет. Конструктив уже идет. И в конце концов на бумагу ложится то, что им нужно. Это не за один заход, потому что за один, как обычно, не получается. Но потом мы приходим к одному общему знаменателю и делаем то. И дальше уже претензий нет. Вы помогли в том, что решил их сход, по сути. И очень проще им их контролировать. Вот это. Вот еще один вопрос. Хотела я вернуться к дорогам. Прозвучало, что очень много работ идет вокруг центральной проезжей части. Безумно, конечно, повезло тем, кто живет рядом с маршрутом, который был задействован в Мундиаль. Есть разные дворы. Я знаю, что у вас в соцсетях проводится голосование жителей. Какую дорогу, тротуар отремонтировать в первую очередь? Возвращаясь к прежнему вопросу, это зависит от мнения жителей. Вы такие сообщения отслеживаете? Вы реагируете на них? Если уж далеко дворик расположен, вроде не на виду. Но там ведь тоже живые автозаводцы живут. В любом случае, там живут тоже люди. И там тоже автозаводцы. И каждый из них хочет, чтобы его двор был непременно благоустроен. И непременно вчера. В любом случае, вот эту вот тему мы постоянно отслеживаем. И принимаем по ней меры. Взвешенные и согласованные с жителями решения. Мы в этом году уже... То есть это карточный ремонт, ямочный ремонт, ремонт тротуаров, ремонт хозпроездов и всего остального. И получается, что мы в этом году уже отремонтировали 20 тысяч метров квадратных вот именно в тех дворах, о которых вы затронули. И мы продолжаем это делать и будем это делать до поздней осени. Ну, что называется, просите, да воздастся, ищите, да обрящится. Если что-то не нравится, не ругайтесь на кухне, пишите в соцсети, мучайте Нагина, трясите администрацию района и никуда он не денется, он пойдет вам навстречу. В любом случае, жители автозаводского района, как, впрочем, и всего города, считают, что автозаводский район самый чистый. И как могу, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать вот это высокое звание. Ну и дай вам Бог на этом пути, чтобы не было препятствий. Спасибо большое. До встречи, до свидания. До свидания.